Книга вторая. 1728 год. Насколько печальной казалась мне минута, когда ужас внушил мне мысль о бегстве, настолько же очаровательной показалась мне та, когда я привел свою мысль в исполнение. Еще ребенком покинуть родину, близких, лишиться опоры, поддержки, бросить учения на полдороги, не зная ремесла настолько, чтобы существовать при помощи него, обречь себя всем ужасом нищеты, не видя никакого средства выйти из нее. В возрасте слабом и невинном подвергнуться всем искушениям порока и отчаяния, идти вдаль навстречу страданиям, заблуждениям, козням, рабству и смерти, подпасть под иго, гораздо более тяжкое, чем то, которого я не смог вынести, вот на что я решился. Вот будущность, в лицо которой я должен был бы глядеть. Как непохожа она была на ту, что я рисовал себе. Чувство независимости, казалось мной достигнутой, было единственным, которое овладело мной. Свободный и сам себе господин, я воображал, что могу все сделать, всего добиться. Стоит мне только броситься вперед, и я взлечу и буду парить в воздухе. Уверенно вступал я в широкий мир. Я полагал, что мои достоинства наполнят его. На каждом шагу я буду встречать пиры, сокровища, приключения, друзей, готовых мне служить, любовниц, озабоченных тем, чтобы нравиться мне. Стоит мне появиться, и вся вселенная займется мною. Правда, не вся целиком. От этого я некоторым образом ее избавлял. Столько мне не было нужно. С меня было довольно милого сердцу общества. Да остального мне не было дела. Моя умеренность рисовала мне тесный, но восхитительно подобранный круг, где, как я был уверен, мне предстояло царствовать. Честолюбие мое довольствовалось одним только замком. Любимец сеньора и его супруги, возлюбленной дочери, друг ее брата и покровитель соседей. Я был доволен, большего не требовал. Сеньор — термин эпохи феодализма, во времена Руссо, обозначавший всякого знатного и богатого человека. В ожидании этого скромного будущего я бродил несколько дней по окрестностям города, ночуя у знакомых крестьян, встречавших меня радушнее, чем это сделали бы городские жители. Они принимали меня, давали мне кровь, кормили, и были слишком простодушны, чтобы видеть в этом заслугу. Нельзя было назвать это милостыней. Они не выказывали при этом достаточного чувства превосходства. Путешествуя и скитаясь по свету, я дошел до конфиньона в Савойе, находящегося в Двухлье от Женевы. Савойе во времена Руссо составляло часть Сардинского королевства. С 1860 года вошла в состав Франции. Местного кюре звали Депонвером. Это имя, знаменитое в истории Швейцарской республики, поразило меня. Мне любопытно было поглядеть, что представляют собой потомки дворян ложки. Кружок дворян из числа, приближенных к герцогу Савойскому, которые будто бы хвастались, черпая молочный кисель деревянными ложками, что также расхлебают женевцев, то есть расправятся с ними. В знак этого они носили на шее ложку. Их попытки завладеть Женевой в 1527-30 годах потерпели неудач. Я пошел к Депонверу. Он принял меня хорошо, говорил со мной о женевской ересе, об авторитете Святой Матери Церкви и угостил меня обедом. Я не мог ничего возразить против рассуждений, кончившихся таким образом, и решил, что кюре, у которых можно так плотно пообедать, во всяком случае стоят наших пасторов. Конечно, я был учене Депонвера, несмотря на все его дворянство. Но я был слишком добрым сотрапезником, чтобы быть неуступчивым богословом, а вино из франжи, показавшееся мне превосходным, так победоносно аргументировало в пользу кюре, что я покраснел бы от стыда, если б мне довелось заткнуть рот столь гостеприимному хозяину. Франжи — город в Верхней Савойе. Итак, я уступал, или, по крайней мере, не возражал прямо. При виде моих уловок меня сочли бы двоедушным. Но это было бы ошибкой. Я был только любезен. Об этом не может быть спору. Лесть, или, скорее, уступчивость, не всегда порог. Чаще она добродетель, особенно в молодых людях. Доброта, с которой человек относится к нам, привлекает нас к нему. Ему уступают не для того, чтобы обмануть, а чтобы не огорчить, не отплатить злом за добро. Какую выгоду преследовал де Понвер, принимая меня, угощая и стремясь убедить? Никакой, кроме моей собственной. Мое юное сердце подсказывало мне это. Я был полон признательности и уважения к доброму священнику. Я чувствовал свое превосходство, но не хотел показывать его в отплату за гостеприимство. В этом не было никаких лицемерных побуждений. Я совсем не собирался менять религию, и очень далекий от того, чтобы быстро свыкнуться с мыслью об этом, я смотрел на нее с ужасом, который должен был надолго удалить ее от меня. Мне только не хотелось огорчать тех, кто меня ласкал с этой целью. Я хотел поддерживать в них хорошее расположение ко мне и подавать им надежду на успех, прикидываясь менее вооруженным, чем был на самом деле. Моя вина в этом случае очень походила на кокетство честных женщин, которые иногда, чтобы добиться своих целей, умеют, ничего не позволяя и ничего не обещая, возбуждать большие надежды, чем намерены оправдать. Разум, сострадание, любовь к порядку, конечно, требовали, чтобы отнюдь не потакая моему безумству, меня удержали от грозившей мне гибели, возвратив меня в семью. Вот что сделал или постарался бы сделать всякий действительно добродетельный человек. Но хотя де Понвер был человек хороший, он, конечно, не был человеком добродетельным. Напротив, будучи набожным, он не знал иной добродетели, как поклонение иконам и чтение молитв. Это был особого рода миссионер, который не мог представить себе ничего лучшего для дела веры, как писать пасквили на женевских пасторов. Далекий от мысли отправить меня к отцу, он воспользовался моим желанием быть подальше от Женевы, чтобы поставить меня в такое положение, при котором я уже не мог бы туда вернуться, если б даже и захотел. Можно было побиться об заклад, что при этом я должен был либо погибнуть от нищеты, либо превратиться в негодяя. Но об этом он совсем не беспокоился. Он мечтал спасти мою душу от ереси и возвратить ее в лоно церкви. Честный я человек или бездельник, какое ему было до этого дело, раз я хожу к обедне? Впрочем, не надо думать, что такой образ мыслей присущ только католикам. Он свойствен всем догматическим религиям, где главное значение придается не делам, а вере. «Бог призывает вас», — сказал мне Депонвер, «идите в Анесси». Анесси — главный город Верхней Савои. «Там вы найдете добрую и милосердную даму, которой благодеяния короля дают возможность отвращать другие души от заблуждения, уже отвергнутого ею самой. Речь шла о госпоже де Варанц, новообращенной, которую священники принуждали делиться со всяким торгующим своей верой, сбродом, пенсией в две тысячи франков, назначенной ей сардинским королем. Я чувствовал себя униженным тем, что нуждался в доброй и милосердной даме. Я хотел, чтобы мне предоставляли все необходимое, но не из милосердия. Тем не менее, побуждаемый Депонвером, голодом, следовавшим за мной по пятам, а также приятной перспективой совершить путешествие, имея при этом определенную цель, я принимаю решение, хотя и с трудом, и отправляюсь в Ан-Неси. Я мог бы свободно дойти туда за один день, но я не спешил и потратил на это три дня. Как только я замечал справа или слева замок, я тотчас же направлялся туда в поисках приключения, которое, как я был уверен, меня там ожидало. Я не смел войти или постучаться, потому что был очень робок, но я пел под окном, самым лучшим на вид, и, порядком охрипнув, очень удивлялся, не заметив ни дам, ни девиц, которых привлекла бы красота моего голоса или прелесть моих песен. А я ведь знал прекрасные песни, которым выучился у товарищей и восхитительно пел их. Наконец, я прихожу, вижу госпожу де Варанс. Эта эпоха моей жизни определила мой характер, и я не решусь обойти ее молчанием. Мне шел шестнадцатый год. Я не был, что называется, красивым малым и не отличался высоким ростом, но был хорошо сложен, у меня были красивые стройные ноги, непринужденный вид, выразительное лицо, маленький рот, черные брови и волосы, глаза небольшие и даже впалые горели огнем, пламеневшим в моей крови. К сожалению, ничего этого я не знал, и за всю мою жизнь мне случилось подумать о своей наружности лишь тогда, когда было уже поздно рассчитывать на нее. Застенчивость, свойственная моему возрасту, усугублялась робостью любящей натуры, которую постоянно волновала боязнь не понравиться. К тому же, хотя мой ум был довольно развит, я никогда не бывал в обществе, не имел хороших манер, а мои познания, нисколько не заменяя их, только смущали меня, заставляя сильнее чувствовать отсутствие воспитания. И так, опасаясь, что мой вид не говорит в мою пользу, я решил показать свои достоинства иначе и составил прекрасное письмо в ораторском стиле, где, мешая книжные фразы с выражениями подмастерья, излил все свое красноречие, чтобы привлечь расположение госпожи де Варанс. Я вложил письмо господина де Понвера в свое и отправился на эту страшную аудиенцию. Я не застал госпожи де Варанс. Мне сказали, что она только что пошла в церковь. Было вербное воскресенье 1729 года. Я бегу за ней, вижу ее, догоняю, обращаюсь к ней. Как не помнить мне это место? С тех пор я часто орошал его слезами и покрывал поцелуями. Отчего не могу я окружить это счастливое место золотой блюстрадой? Отчего не могу привлечь к нему поклонение всей земли? Всякий, кто привык чтить памятники человеческого спасения, должен был бы приближаться к нему не иначе, как на коленях. То был проход позади ее дома, между ручьем по правую руку, отделявшим его от сада, и стеной, ограждавшей двор по левую. Проход, который вел через потайную дверь в церковь кордильеров. Собираясь войти в эту церковь, госпожа де Варанс оборачивается на мой голос. Что сталось тогда со мной? Я представлял себе хмурую, набожную старуху. Добрая дама, о которой толковал де Понвер, на мой взгляд, не могла быть никем иным. Я вижу исполненное прелесть и лицо, прекрасные, полные нежности, голубые глаза, ослепительный цвет кожи, очертания обольстительной груди. Ничто не ускользнуло от быстрого взгляда молодого прозелита, так как я тотчас же обратился в ее веру, убежденный, что религия, проповедуемая подобными миссионерами, может вести только в рай. Улыбаясь, она берет письмо, которое я подаю ей дрожащей рукой, распечатывает его, бросает беглый взгляд на письмо де Понвера, возвращается к моему, прочитывает его все до конца и хочет перечесть еще раз, но лакей напоминает, что пора идти в церковь. Ах, дитя мое, говорит она голосом, который привел меня в трепет, вы так молодые и уже скитаетесь по свету, право, это жаль. Потом, не дожидаясь моего ответа, прибавляет, ступайте ко мне и ждите меня, скажите, чтобы вам дали позавтракать, после обедни я приду побеседовать с вами. Луиза Элеонора де Варанс была урожденная девица де Ла Тур де Пиль из старинной дворянской фамилии Веве в городе кантона Во. Очень молодой она вышла замуж за господина де Варанс из дома де Луа, старшего сына господина Вильярдена из Лозанны. Этот брак, оказавшийся бездетным, был не слишком удачным, и госпожа де Варанс под влиянием какого-то семейного огорчения решила уйти от мужа и воспользовалась для этого пребыванием короля Виктора Амедея в Эвиане. Виктор Амедей, второй, герцог Савойский с 1675 года, король Сардинский с 1720 года, умер в 1732 году, Эвиана, город в Верхней Савойе на берегу Женевского озера с источником минеральных вод. Переправившись через озеро, она бросилась к ногам этого государя, оставив таким образом семью и родину по легкомыслию, довольно сходному с моим, и которое ей тоже пришлось впоследствии оплакивать. Король, любивший представляться ревностным католиком, принял ее под свое покровительство, назначил ей пенсию в 1500 пьемонских ливров, что было много для такого бережливого монарха, и, заметив, что вследствие такого радушного приема его стали считать влюбленным в госпожу де Варанс, отправил ее под охраной своих гвардейцев в Аннеси, где она под духовным руководством Мишеля Габриэля де Берне, епископа Женевского, отреклась от прежней веры в монастыре Визитандинок. Пьемонтский ливр монеты, имевшие обращение в Пьемонте, области Северной Италии, входившие во времена Руссо в Сардинское королевство. Госпожа де Варанс жила в Аннеси уже пять или шесть лет, когда я впервые увидал ее. И ей было тогда двадцать восемь, так как она родилась вместе с веком. Она одарена была той красотой, которая сохраняется долго, потому что заключается более в выражении, нежели в чертах. И эта красота находилась еще в первом своем расцвете. У нее был вид нежный и ласковый, взгляд очень мягкий, ангельская улыбка, рот одного размера с моим, пепельные волосы редкой красоты, которые она причесывала небрежно, что придавало ей особую привлекательность. Она была маленького роста, даже приземиста и чуть коренаста, но небезобразна. Невозможно было найти более прекрасную голову, более прекрасную грудь, более прекрасные плечи и более прекрасные руки. Воспитание ее было очень беспорядочно. Подобно мне, она лишилась матери с самого рождения и, усваивая знания, безразлично, откуда бы они ни исходили, кое-чему научилась у гувернантки, кое-чему у своего отца, кое-чему у учителей и очень многому у любовников, особенно у одного из них, некоего Детавеля, который, обладая вкусом и познаниями, украсил ими любимую женщину. Но слишком разнообразные познания вредили друг другу, а неумение их упорядочить помешало ей развить природную остроту ума. Так, располагая некоторыми сведениями по философии и физике, она все же переняла от своего отца вкус к практической медицине и алхимии, приготовляла эликсиры, тинктуры, бальзамы, минеральные порошки и считала, что обладает секретами. Практическая медицина, так называлась медицина, основанная не на научных данных, а на житейском опыте, обычно она включала изрядную долю шарлатанства. Шарлатаны, пользуясь ее слабостью, завладели ею, подчинили ее своим замыслам, разорили, и, если можно так выразиться, растворили в химических печах и лекарствах ее ум, ее таланты, ее прелесть, которые могли бы быть отрадой самого избранного общества. Низкие мошенники воспользовались ее беспорядочным образованием, чтобы ложно направить ее ум, но ее превосходное сердце выдержало испытания и навсегда осталось неизменным. Ее любящий и кроткий характер, ее сострадательность, ее неисчерпаемая доброта, ее нрав, веселый, открытый, искренний, никогда не изменялись. И даже с приближением старости, среди нищеты, болезней, разных бедствий, ясность ее прекрасной души сохранила ей до конца жизни всю безмятежность лучших дней. Ее заблуждения происходили от неисчерпаемой потребности действовать, ищущей непрестанного применения. Не к женским интригам стремилась она, а к предприятиям, которые нужно было создавать и направлять. Она была рождена для великих дел. На ее месте госпожа де Лонгвиль только подняла бы сумятицу, а она на месте госпожи де Лонгвиль управляла бы государством. госпожа де Лонгвиль Анна Женевьева герцогиня, сестра французского полководца 17 века принца Луи Конде вместе с братом принимала участие в так называемой фронде, то есть восстании части высшего дворянства против двора, закончившимся победой короля. Ее таланты пропадали зря. И то самое, что в других обстоятельствах создало бы ей славу, при том положение, которое она занимала, привело ее к гибели. В вопросах ей доступных она всегда создавала обширные планы и старалась поставить дело на широкую ногу. Поэтому, употребляя средства с размерной скорее ее намерением, чем силам, она терпела неудачу по вине других. А когда ее проект не удавался, она разорялась там, где другие почти ничего не потеряли бы. Эта страсть к деловым предприятиям, навлекшая на нее столько несчастья, принесла ей, по крайней мере, одну пользу. Помешала ей остаться в монастырском уединении до конца дней, к чему ее склоняли. Однообразная и простая жизнь монахинь, их мелочная болтовня в приемной, не могли удовлетворить столь деятельный ум, строивший каждый день новые планы и нуждавшийся в свободе, чтобы отдаться им. Добрый епископ Берне, не обладая умом Франциска Сальского во многих отношениях был похож на него, и госпожа де Варанс, которую он называл своей дочерью, и которая походила на госпожу де Шанталь во многом, могла бы стать похожей на нее и своим уходом от мира, если бы природные наклонности не отвратили ее от монастырской праздности. Франциск Сальский или Франсуа де Саль, епископ Женевский богослов. В 1610 году вместе с баронессой де Шанталь основал в Аннеси женский монашеский орден Визитандинок, оба канонизированы католической церковью. Ни по недостатку усердия эта милая женщина не предалась мелочным обрядам благочестия, что, казалось бы, так подобало новообращенной, живущей под руководством Прилата. Каковы бы ни были причины, побудившие ее переменить религию, она искренне исповедовала свою новую веру. Она могла раскаиваться в совершенной ошибке, но у нее не было желания ее исправить. Она не только умерла доброй католичкой, она была ею в жизни от чистого сердца. И я, уверенный, что читал в тайниках ее души, смею утверждать, что единственное из отвращения к ханжеству она не выказывала своей набожности публично. Ее благочестие было слишком глубоким, ей не было нужды выставлять его на показ. Но здесь не место распространяться о ее принципах, у меня еще будут поводы говорить о них. Пусть те, кто отрицает симпатию душ, объяснят, если могут, каким образом с первой встречи, с первого слова, с первого взгляда госпожа де Варанс внушила мне не только самую пылкую привязанность, но и полное доверие, которое никогда не было обманут. предположим, что мое чувство к ней было действительно любовью. Это покажется по меньшей мере сомнительным всякому, кто проследит историю наших отношений. Но каким образом эта страсть с самого ее зарождения сопровождалась чувствами, которые она менее всего способна возбуждать? Душевным спокойствием, ясностью, чувством твердости и уверенности. Каким образом, встретив впервые женщину изящную, прелестную, ослепительную, даму более высокого положения, чем мое, подобную, которой я никогда не встречал, приближаясь к той, чье внимание определяло в некоторой степени мою судьбу, каким образом, говорю я, несмотря на все это, я сразу же почувствовал себя так свободно, так непринужденно, словно я был совершенно уверен, что понравлюсь ей. Как могло случиться, что не было у меня ни минуты замешательства, застенчивости, робости? От природы стыдливой, смущающейся, никогда не видевшей светских людей, каким образом, с первого же дня, с первого же мгновения, усвоил я с ней то простое обращение, тот нежный язык, тот дружеский тон, которые остались такими же и через десять лет, когда самая интимная близость сделала все это вполне естественным. Существует ли любовь, не говорю без желаний, они у меня были, но без тревоги, без ревности. Не стараемся ли мы, по крайней мере, узнать от предмета страсти, любимы ли мы им? Но мне ни разу за всю жизнь не пришло в голову спросить ее об этом. Это было бы все равно, как если бы я задал себе вопрос, люблю ли я самого себя. И она никогда не старалась выяснить, как я отношусь к ней. Несомненно, было что-то необычное в моих чувствах к этой очаровательной женщине, и впоследствии читатели найдут в них такие странности, каких не ожидают. Вопрос был в том, как поступить со мной. И чтобы на досуге поговорить об этом, она оставила меня обедать. В моей жизни это был первый обед, когда я так мало ел, и даже горничная, прислуживавшая за столом, сказала, что впервые видит путешественника моего возраста и склада с таким отсутствием аппетита. Замечание это, не повредив мне в глазах ее госпожи, полностью могло быть отнесено к обедавшему с нами толстому мужлану, который в одиночку сожрал обед, достаточный для шестерых. Что касается меня, я был в таком восхищении, что не мог есть. Мое сердце питалось совершенно новым для меня чувством, овладевшим всем моим существом. Я потерял способность думать о чем-либо другом. Госпожа де Варанс захотела узнать подробности моей незатейливой истории. Во время рассказа ко мне вернулся весь жар, утраченный мною у моего хозяина гравера. Чем больше располагал я в свою пользу эту превосходную душу, тем более сожалела она о той участи, которой я готов был подвергнуться. Ее нежное участие проявлялось в выражении лица, во взгляде, в жестах. Она не смела уговаривать меня вернуться в Женеву. В ее положении это было бы преступным оскорблением католичества, а она хорошо знала, как за ней следили и как взвешивали все ее слова. Но она говорила таким трогательным тоном об огорчении моего отца, что нельзя было сомневаться в ее одобрении, если бы я вернулся его утешить. Сама того не подозревая, она говорила против самой себя. Решение мое было уже принято, как я, кажется, уже сказал, а чем красноречивее, убедительнее становились ее речи, тем больше проникали они в мое сердце, тем менее мог я решиться покинуть ее. Я чувствовал, что, вернувшись в Женеву, воздвигну почти непреодолимую преграду между нею и собой, если только не повторю вновь уже сделанного мною шага. Следовательно, лучше было вовсе не отступать от него. И я не отступил. Госпожа де Варанс, видя бесполезность своих усилий, не стала доводить их до того, чтобы компрометировать себя, но сказала мне со взглядом полном сочувствия, бедняжка, ты должен идти, куда призывает тебя Господь, но когда станешь взрослым, ты вспомнишь обо мне. Думаю, она сама не предполагала, как жестоко исполнится ее предсказание. Затруднения оставались в полной силе. Как просуществовать в такие молодые годы на чужбине? Пройдя обучение едва ли до половины, я знал свое ремесло далеко недостаточно, а если б даже и знал его, то не мог бы просуществовать на него в Савойе, стране слишком бедной для процветания искусств. Мужлан, обедавший за нас двоих, почувствовал необходимость дать отдых своим челюстям и сделал нам тогда предложение, которое, по его словам, шло от неба, хотя, судя по последствиям, оно шло скорее с противоположной стороны. Это предложение заключалось в том, чтобы я отправился в Турин и прожил там некоторое время в приюте для новообращенных, пользуясь, по его выражению, земными и духовными благами, а затем, принятый в лоно церкви, получил бы при помощи сострадательных душ подходящее место. Что касается расходов на путешествия, продолжал мой собеседник, то его высокопреподобие мансиньор и епископ, конечно, не откажет в поддержке, если сударыня, госпожа де Варанс, попросит его сделать это святое дело. А госпожа баронесса, которая так сострадательно, прибавил он, наклоняясь над своей тарелкой, не замедлит, конечно, помочь со своей стороны. Вся эта благотворительность показалась мне очень тяжелой. Сердце мое сжалось, я не проронил ни слова. Госпожа де Варанс, не приняв этого проекта с тем пылом, с каким он был предложен, удовольствовалась замечанием, что каждый должен способствовать доброму делу соразмерно со своими возможностями, и что она поговорит с мансиньором. Но этот дьявол в человеческом образе, боясь, что она будет говорить не так, как ему желательно, и, преследуя свой интерес, побежал предупредить священников. Он так ловко настроил этих добрых пастырей, что, когда госпожа де Варанс, опасаясь за меня, захотела поговорить об этом путешествии с епископом, оказалось, что все уже устроено, и он тут же вручил ей небольшую сумму, предназначенную для моих путевых издержек. Она не осмелилась настаивать, чтобы я остался. Я приближался к тому возрасту, когда женщине ее лет было неприлично удерживать молодого человека при себе. Мое путешествие было таким образом подготовлено лицами, которые обо мне заботились. Мне оставалось только подчиниться, что я и сделал без особого неудовольствия. Хотя Турин был дальше Женевы, я считал, что, будучи столицей, он поддерживает Сан-Неси сношение более тесное, чем город другого государства и другой религии. Кроме того, отправляясь туда исповиновения госпоже Доворанс, я считал, что как бы продолжаю жить под ее руководством. Это было больше, чем жить с ней по соседству. Наконец, перспектива большого путешествия отвечала моей мании к бродяжничеству, уже тогда начавшей проявляться. Мне оказалось заманчивым перейти горы в моем возрасте и подняться над моими товарищами на всю высоту Альп, видеть новую страну, искушение, от которого Женевец не может отказаться. Я дал согласие. Мой мужлан должен был отправиться через два дня со своей женой. Я был им вверен и поручен. Им передали мой кошелек, наполненный госпожой Доворанс, и сверх того, она тайком дала мне немного денег, сопроводив этот дар обильными наставлениями, и в страстную среду мы отправились. На другой день после моего ухода из-за Несси туда явился мой отец, следовавший за мной по пятам с неким Ревалем, своим другом, таким же часовщиком, как и он, человеком умным и даже остроумным, сочинявшим стихи лучше Ламотто и говорившим почти так же хорошо, как он. Кроме того, человеком абсолютной честности, но литературное дарование которого оказалось без применения и имело лишь тот результат, что один из его сыновей стал актером. Ламотт Антуан 1672-1731 французский баснописец и прозаик. Друзья повидали госпожу Доваранс и удовольствовались тем, что поплакали вместе с ней над моей участью, вместо того, чтобы следовать за мной и нагнать меня, что им было очень легко сделать, так как они ехали на лошади, а я шел пешком. Та же история вышла и с моим дядей Бернаром. Он прибыл в Конфиньон и, узнав, что я уже в Ан-Неси, вернулся в Женеву. Казалось, мои близкие сговорились с моей звездой, чтобы предоставить меня судьбе, ожидавшей меня. Мой брат пропал вследствие подобной же небрежности и так основательно, что никто никогда не узнал, что с ним сталось. Отец мой был не только человеком вполне порядочным. Это был человек непоколебимой честности. Он наделен был душою сильной, способной породить великие добродетели. Сверх того, он был отличным отцом, особенно для меня. Он любил меня очень нежно, но любил также удовольствие. А с тех пор, как я стал жить вдали от него, другие интересы немного охладили его отцовскую привязанность. Мой отец старел, и у него не было никаких средств для поддержки своей старости. Мне с братом досталось от матери кое-какое имущество, доход с которого должен был идти отцу, пока мы находились в отсутствии. Эта мысль не вставала перед ним прямо и не мешала исполнению его долга, но действовала скрытно, незаметно для него самого и порой сдерживала его рвение, иначе он действовал бы более решительно. Вот почему, думается мне, добравшись до Анны-Си и по моим следам, отец не последовал за мной в Шамбери, где настиг бы меня, в чем в глубине души был уверен. Вот почему опять-таки, когда я после своего бегства часто приезжал к нему, он расточал мне отеческие ласки, но не делал больших усилий, чтобы удержать меня. Шамбери главный город Савойи. Нежность и добродетели отца были мне хорошо известны, и такое его поведение заставило меня поразмыслить о самом себе, и это помогло мне сохранить чистоту сердца. Я вывел отсюда великое нравственное правило, единственное, быть может, которое применил на деле, избегать таких положений, которые ставят наши обязанности в противоречие с нашими интересами и заставляют видеть наше счастье в чужом несчастье, ибо в подобных положениях, как бы ни была искрення любовь к добродетели, рано или поздно всякий делается менее стойким, сам того не замечаю, и становится несправедливым и дурным на деле, не переставая оставаться справедливым и добрым в душе. Это правило, крепко запечатленное в глубине моего сердца и осуществляемое мною, хотя и с некоторым запозданием во всем моем поведении, принадлежит к числу тех, которые придают мне на людях вид самый странный и глупый, особенно среди моих знакомых. Меня обвиняли в желании быть оригинальным и не поступать как другие. А на самом деле я вовсе не думал ни о том, чтобы поступать как другие, ни о том, чтобы поступать иначе, чем они, я искренне желал поступать хорошо. Я изо всех сил старался избегать положений, в которых мои интересы были бы противоположны интересам другого лица и оттого внушали бы мне тайные, хотя и невольные желания зла этому человеку. Два года тому назад Милорд Маршал хотел включить меня в свое завещание. В парижской рукописи значится в 1763 году, в действительности же должно быть в 1764 году. Милорд Маршал Джордж Кейт. Смотрите часть вторую, книгу двенадцатую исповеди. Я воспротивился этому изо всех сил. Я объяснил ему, что ни за что на свете не желал бы быть упомянутым в чьем бы то ни было завещании, а тем более в его собственном. Он сдался. Теперь он хочет назначить мне пожизненную пенсию, и я не противлюсь этому. Скажут, что я выигрываю от такой перемены, это возможно. Но мой благодетель и отец, если я к несчастью переживу вас, то буду знать, что, потеряв вас, я потерял все и ничего не выиграл. Вот, по-моему, хорошая философия, единственно подобающая человеческому сердцу. С каждым днем я все больше и больше проникаюсь с сознанием, что она глубоко основательна. И во всех последних своих сочинениях я рассматривал ее на разные лады, но легкомысленная публика не заметила ее там. Если я проживу достаточно, чтобы, закончив это сочинение, взяться за другое, я предполагаю в продолжение к Эмилю, дать такой прекрасный и убедительный пример этого правила, что мой читатель будет вынужден обратить на него внимание. Но для путешественника довольно размышлений, пора продолжать путь. Эмиль, точнее, Эмиль или О воспитании, педагогический роман-трактат Руссо, вышедший в свет в 1762 году об обстоятельствах, связанных с его опубликованием, смотрите книги 11 и 12 исповеди. Я совершил его приятнее, чем предполагал, и мой деревенщина оказался не таким неотесанным, как можно было ожидать по его виду. Это был человек в летах, с заплетенными в косу черными сидеющими волосами, с осанкой гренадера, с громким голосом и довольно веселый. Он хорошо шагал, еще лучше поглощал еду, он занимался всевозможными ремеслами, потому что ни одного не знал как следует. Кажется, он предложил устроить в Ан-Неси какую-то фабрику. Госпожа Д'Аваранс не приминула присоединиться к этому проекту, и вот теперь, чтобы заручиться согласием министра, он отправлялся на чужой счет в Турин. Этот человек, все время вертясь среди священников и делая вид, что готов ему служить, умел ловко интриговать. Он перенял от них особый набожный жаргон и пользовался им постоянно, воображая себя великим проповедником. Он даже знал латинский отрывок из Библии, причем получалось так, будто он знает их тысячу, так как повторял его тысячу раз в день. Он редко нуждался в деньгах, когда знал, что они имеются в кошельке у другого. Впрочем, он был скорее хитрец, чем плут, и, произнося свои плоские поучения тоном вербовщика, походил на отшельника Петра, который проповедует крестовый поход, опоясавшись саблей. Петр Пустынник, 1050-1115 годы, французский монах, призывавший народные массы Италии и Франции к первому крестовому походу. Его супруга, госпожа, Собран, была довольно добрая женщина, более спокойная днем, чем ночью. Так как я всегда спал с ними в одной комнате, то ее бурная бессонница часто будила меня, она будила бы меня еще чаще, если б я понимал ее причину. Но я даже не подозревал, в чем дело. По этой части я был так глуп, что всю заботу о моем обучении пришлось взять на себя самой природе. Я весело шагал со своим набожным проводником и его резвой подругой. Ни одно происшествие не омрачало моего пути, и телесно и душевно я чувствовал себя лучше, чем когда-либо. Молодой, сильный, полный здоровья, спокойствия, уверенности в себе и в других, я находился в том кратком, но драгоценном периоде жизни, когда ее выступающая из берегов полнота, так сказать, расширяет наше существо при помощи всех наших ощущений и украшает в наших глазах всю природу прелестью нашего существования. Мое сладкое волнение имело предмет, что делало его менее бесцельным и давало направление моему воображению. В парижской рукписи нет слова «менее». Я смотрел на себя как на создание ученика, друга, почти возлюбленного госпожи Доворанса. Ее приятные речи, ее милые ласки, нежное участие, которое она, видимо, приняла во мне, ее очаровательные взгляды, казавшиеся мне полными любви, потому что они вызывали ее во мне. Все это давало пищу моим мыслям в пути и порождало восхитительные мечтания. Ни малейшая боязнь, ни малейшие сомнения в своей судьбе не смущали этих мечтаний. Отправить меня в Турин — это значило, на мой взгляд, принять на себя обязанность дать мне средства к жизни, прилично устроить меня там. Мне больше не надо было хлопотать о себе. Другие приняли заботу об этом на себя. И так я шел налегке, освобожденный от этого груза. Юные желания, обольстительные надежды, блестящие планы наполняли мою душу. Все, что я видел вокруг, казалось мне порукой моего близкого счастья. В каждом доме грезилась мне сельская пирушка, в полях веселые игры, у рек и озер купания, прогулки, рыбная ловля, на деревьях чудесные плоды, под их тенью страстные свидания, на горах чаны с молоком и сливками. Очаровательный досуг, мир, простота, наслаждение, брести сам не не зная куда. Наконец, все, что не попадалось мне на глаза, дарило моему сердцу какую-то радость и наслаждение. Величие, разнообразие, подлинная красота всего окружающего делали это очарование достойным разума. Даже тщеславие имело здесь свою долю. Таким молодым отправиться в Италию, увидеть столько стран, перейти Альпы по стопам Ганнибала казалось мне славой выше моего возраста. Прибавьте ко всему этому частые и удобные остановки, большой аппетит и возможность его удовлетворить, ибо, говоря по правде, это мне было нетрудно, так как сравнительно с обедом господина Собрана мой обед был очень скромен. Не помню, чтоб когда-либо в течение всей моей жизни у меня был период столь же чуждый всяких забот и огорчений, как семь-восемь дней, потраченных на это путешествие. Тем более, что шаг госпожи Собран, по которому нам приходилось равняться, превратил это путешествие в длительную прогулку. Воспоминание об этом пути оставило во мне живейшую любовь ко всему, что с ним было связано, особенно же к горам и к самим переходам. Я путешествовал пешком только в мои счастливые дни и всегда с наслаждением. Вскоре обязанности, дела, необходимость брать с собою вещи принудили меня изображать из себя барина и нанимать экипаж. снидающее сердце заботы, хлопоты, тревоги уселись туда рядом со мной. И с тех пор, вместо того, чтобы, как в прежних моих путешествиях, чувствовать удовольствие от самого передвижения, я уже испытывал только желание поскорее прибыть на место. Я долго искал в Париже двух товарищей, которые, разделяя мою склонность, согласились бы пожертвовать каждый по пятьдесят луидоров из своего кошелька и по одному году жизни, чтобы вместе со мной обойти пешком Италию в сопровождении слуги, который заменял бы экипаж и нес бы наши спальные мешки. Многие, казалось, приходили в восторг от этого проекта, но в глубине души считали его просто воздушным замком, о котором только говорят, вовсе не собираясь осуществить свой замысел на деле. Помню, что, говоря с увлечением об этом проекте Дидро и Гримму, я, наконец, вдохновил их. Я думал, что на этот раз дело сделано, но все свелось к решению ограничиться путешествием на бумаге, причем Гримм не нашел ничего более забавного, как толкнуть Дидро на всякие богохульства, а меня бросить вместо него в объятие инквизиции. Мое сожаление по поводу слишком быстрого прихода в Турин умерялось удовольствием видеть большой город и надеждой, что скоро я займу там достойное место, так как угар честолюбия начал уже кружить мне голову. Я уже смотрел на себя, как на человека, стоящего несравненно выше своего прежнего положения подмастерья, не предвидя того, что скоро я опущусь значительно ниже. Прежде чем продолжать повествование, я должен извиниться и оправдаться перед читателем, ибо я вошел в мелочные подробности, в которые буду входить и в дальнейшем, хотя они не представляют для него никакого интереса. Чтобы осуществить задуманное мной, то есть показать людям всего себя целиком, надо сделать так, чтобы ничто меня, касающееся, не осталось для читателя неясным или скрытым. Надо, чтобы я беспрестанно был у него перед глазами, чтобы он следовал за мной во всех заблуждениях моего сердца, проникал во все закоулки моей жизни, чтобы он ни на минуту не терял меня из виду. В противном случае я боюсь, что, найдя в моем рассказе малейший пропуск, малейший пробел и спрашивая себя, что же он делал в это время, читатель станет обвинять меня, будто я не хотел говорить все. Я дал человеческому коварству довольно пищи своими рассказами, чтобы еще увеличивать ее своим молчанием. Мой небольшой денежный запас исчез. Я проболтался, и мои спутники не упустили случая воспользоваться этим. Госпожа Собран нашла средство выманить у меня все вплоть до небольшой посеребренной ленточки, подаренной мне госпожой де Варанс для маленькой шпаги. Этой ленточке мне было жаль больше всего. Да и шпага осталась бы в их руках, если бы я не заупрямился. В дороге они добросовестно содержали меня, но зато ничего мне не оставили. Я пришел в Турин без одежды, без денег, без белья, возлагая исключительно на свои собственные заслуги, всю честь завоевания тех успехов, которые ждали меня впереди. У меня были письма. Я отнес их, и меня тотчас отвели в убежище для новообращенных, чтобы наставить там в той религии, за которую я получал свое пропитание. При входе я увидел тяжелую дверь с железными засовами, и лишь только я вошел, ее заперли на двойной поворот ключа. Такое начало показалось мне более внушительным, чем приятным, но не успел я над этим задуматься, как меня уже ввели в довольно обширную комнату. Там я вместо всякой мебели увидел в самой глубине деревянный алтарь с возвышающимся над ним распятием, а вокруг четыре или пять тоже деревянных стульев, которые казались натертыми воском. Так они лоснились от долгого употребления. В этом зале для собраний находилось четверо или пятеро ужасных бандитов, моих товарищей по обучению, походивших скорее на воинов сатаны, чем на людей, взыскующих стать детьми божьими. Двое из этих негодяев, выдававшие себя то за евреев, то за мавров, признались мне, что проводят свою жизнь в странствиях по Испании и Италии и переходят в христианскую веру всюду, где это выгодно. Потом открылась другая железная дверь, которая разделяла на две части большой балкон, возвышающийся над двором. Вошли наши новообращенные сестры, которые, подобно мне, были на пути к возрождению не посредством крещения, а посредством торжественного отречения. Это были отъявленные распутницы, самые отвратительные потаскухи, какие когда-либо оскверняли своим непотребством лона церкви Господней. Только одна из них показалась мне хорошенькой и довольно привлекательной. Она была приблизительно моих лет, может быть, на год или на два старше. У нее были плутовские глаза, и они встречались иногда с моими. Это внушало мне желание с ней познакомиться. Но в течение почти двух месяцев, которые она еще пробыла в этом доме, где до меня уже находилось целых три месяца, у меня не было никакой возможности к ней приблизиться. Так строго наблюдала за ней наша старая надзирательница, и так осаждал ее святой миссионер, хлопотавший об ее обращении с большим рвением, но не особенно ловко. Надо полагать, что она была до крайности тупа, хоть и не производила такого впечатления, потому что никогда обучение не продолжалось так долго. Святой человек все не признавал ее достаточно подготовленной к отречению, однако ей надоело заключение, и она объявила, что христианкой или не христианкой, но она хочет выйти из этого убежища. Пришлось ловить ее на слове, пока она еще соглашалась перейти в другую веру, из боязни, что она взбунтуется и не захочет креститься. Маленькая община была собрана в честь вновь прибывшего. Нам прочли краткое поучение, меня призвали возблагодарить Бога за милость, которую Он мне оказывает. Остальных пригласили присоединить свои молитвы к моим и наставлять меня своими примерами. Затем наши девственницы вернулись в свое заточение, а у меня осталось достаточно времени удивляться сколько мне угодно тому, что я сам очутился под замком. На следующий день нас опять собрали для поучения, и только тут я в первый раз начал раздумывать о том шаге, который собирался сделать, и об обстоятельствах, побудивших меня к этому. Я говорил, повторяю, и буду, может быть, еще повторять то, в чем с каждым днем все больше и больше убеждаюсь, что если когда-либо ребенок получил разумное и здоровое воспитание, то это я. Родившись в семье, выделявшейся среди других своими добрыми правилами, я получил от всех своих родственников лишь уроки благонравия и примеры порядочности. Отец мой, хотя и любил житейские удовольствия, был человек не только твердой и безукоризненной честности, но и очень религиозной. Безупречный в глазах окружающих и христианин душой, он с ранних лет внушил мне чувства, которыми сам был проникнут. Из трех моих теток, скромных и добродетельных, две старшие были очень набожны, а третья, девушка, исполненная прелестью, ума и чувства, была, может быть, еще более набожной, хотя меньше это показывало. Из лона этой уважаемой семьи я попал к господину Ламберсье. Духовное лицо и проповедник, он, тем не менее, был глубоко верующим и поступал почти так же хорошо, как проповедовал. Его сестра и он сам своими мягкими и разумными наставлениями укрепили в моем сердце уже заложенные в нем основы благочестия. Эти достойные люди прибегали к таким верным, таким осторожным, таким разумным приемам, что я не только не скучал на проповеди, но уходил оттуда всегда глубоко тронутый, с решением вести хорошую жизнь и нарушал его очень редко, постоянно думая об этом. набожность моей тетки Бернар больше надоедала мне, потому что она превращала ее в ремесло. У своего хозяина я над этим не задумывался, хоть и не изменил своего образа мыслей. Мне не попадались молодые люди, которые могли бы меня совратить. Я стал шалуном, но не вольнодумцем. Итак, из религии я усвоил все, что доступно ребенку моих лет, даже больше, потому что зачем мне утаивать свою мысль? Детство мое вовсе не было детством в собственном смысле слова. Я всегда чувствовал и мыслил как взрослый человек. Только вырастая вернулся я к общему уровню, родившись же я был далек от него. Надо мной будут смеяться, что я с таким скромным видом выдаю себя за чудо. Пусть, но насмеявшись вдоволь, пусть попробуют найти ребенка, которого бы в шесть лет интересовали, увлекали и приводили в восторг романы, так, чтобы он плакал от них горячими слезами. Тогда я пойму смехотворность своего тщеславия и признаю, что неправ. так, когда я высказывал мысль, что совсем не надо говорить детям о религии, если хотят, чтобы она когда-нибудь у них была, и что дети не способны познать Бога хотя бы так, как мы, я исходил в своем чувстве из своих наблюдений, а не собственного опыта. Я знал, что на основании его нельзя делать выводы о других. Найдите шестилетних Жан-Жаков Руссо и в семь лет начните говорить им о Боге. Ручаюсь, что вы ничем не рискуете. Каждому, я думаю, понятно, что для ребенка и даже для взрослого иметь религию значит следовать той, в которой он родился. Иногда от нее что-нибудь отнимают, но прибавляют к ней редко. Догматическая вера есть результат воспитания. По этому общему правилу я был привязан к вере моих отцов, а кроме того, питал в то время характерное для нашего города отвращение к католицизму, который нам изображали как ужасное идолопоклонство, а его духовенство рисовали в самых черных красках. Доходило до того, что я не мог заглянуть внутрь церкви, встретить священника в стихаре, услышать колокольчик процессии, не содрогнувшись от ужаса и страха, которые скоро перестали овладевать мною в городах, но еще долго охватывали меня в деревенских приходах, более похожих на те, где я эти чувства впервые испытал. Правда, этому впечатлению странным образом противоречило воспоминание о ласках. Священники в окрестностях Женевы охотно расточают их городским детям. В то время, как колокольчик процессии пугал меня, звон к обедни и к вечерни напоминал мне о завтраке, закуске, свежем масле, плодах, молочных продуктах. Прекрасный обед господина де Понвера тоже произвел большое впечатление. Вот почему я стал легко относиться ко всему этому. Думал я о папизме лишь в связи с удовольствиями и лакомством, и без труда свыкся с необходимостью жить в его окружении, но мысль о том, чтобы торжественно вступить в него, являлась мне лишь мимолетно и относилась к далекому будущему. А теперь ничего уже нельзя было изменить. Я смотрел с самым неподдельным ужасом на своего рода обязательства, принятые мною, и на его неизбежные следствия. Будущие новообращенные, окружавшие меня, были неспособны укрепить мое мужество своим примером. И я не мог скрыть от себя, что святое дело, которое я собирался совершить, было в сущности ничем иным, как поступком бандита. Хотя я был очень молод, я чувствовал, что какая бы религия не была истинной, свою я собираюсь продать, и что, если даже мой выбор удачен, я солгу в глубине сердца святому духу и заслужу презрение людей. Чем больше я об этом думал, тем больше негодовал на самого себя и истинал о своей судьбе, которая довела меня до этого, как будто эта самая судьба не была делом моих рук. Бывали минуты, когда эти размышления приобретали такую силу, что если бы дверь хоть на мгновение оказалась открытой, я бы, конечно, сбежал, но это было невозможно, да и решимости моей хватило ненадолго. Слишком много тайных желаний боролось с нею, чтобы не победить ее. К тому же упорство в принятом решении не возвращаться в Женеву, стыд, самая трудность обратного перехода через Альпы, затруднительность моего положения вдали от Родины без поддержки, без средств к существованию, все это вместе взятое заставляло меня смотреть на угрызение своей совести, как на раскаяние запоздалое. Я преувеличивал, упрекая себя в том, что сделал, чтобы оправдать то, что собирался сделать. отягчая заблуждение прошлого, я смотрел на будущее, как на их неизбежные следствия. Я не говорил себе, еще ничего не сделано, и ты можешь остаться невинным, если захочешь. Я говорил, сокрушайся о преступлении, в котором ты виновен и которое вынужден довести до конца. В самом деле, какая редкая сила духа нужна была мне в моем возрасте, чтобы отказаться от всего, что я до тех пор обещал или на что дал повод рассчитывать, и, разрывая цепи, которыми сам себя сковал, бесстрашно объявить, что хочу остаться верным религии своих отцов, принимая все возможные последствия. Эта сила несвойственна юному возрасту, да и маловероятно, чтобы она дала нужные результаты. Дело зашло слишком далеко, от него не захотели бы отказаться, и чем больше росло бы мое сопротивление, тем с большей силой и всевозможными способами постарались бы его подавить. Меня погубил тот же самый софизм, к которому прибегает большинство людей, жалуясь на недостаток сил, когда уже слишком поздно ими воспользоваться. Добродетель имеет для нас цену лишь вследствие нашей ошибки, и если бы мы захотели всегда быть благоразумными, нам редко представлялась бы необходимость быть добродетельными. Но легко преодолимые наклонности увлекают нас, не вызывая сопротивления. мы поддаемся легким искушениям, презирая их опасность. Нечувствительно мы попадаем в гибельные положения, которых легко могли бы избежать, но выйти из которых уже не можем без героических усилий, пугающих нас, и, наконец, падаем в пропасть, взывая к Богу, зачем ты создал меня таким слабым. Но вопреки нам он отвечает нашей совести. Я создал тебя слишком слабым, чтобы выйти из пропасти от того, что создал тебя достаточно сильным, чтобы туда не попасть. Собственно, я еще не принял окончательного решения стать католиком, но, видя, что срок пока далек, постепенно приучал себя к этой мысли и, находясь в ожидании, надеялся, что какое-нибудь непредвиденное событие выведет меня из затруднения. Чтобы выиграть время, я решил энергично защищаться, насколько это было для меня возможно. Вскоре тщеславие заставило меня забыть о моем решении, и как только я заметил, что иногда сам ставлю в затруднительное положение тех, которые собирались меня поучать, я тотчас переходил в наступление, пытаясь окончательно их разбить. Я даже проявил в этом деле чрезвычайно глупые рвения, и в то время, как мои наставники обрабатывали меня, я старался обработать их. Я самым искренним образом полагал, что стоит мне только убедить их, они неизбежно станут протестантами. Таким образом, они совсем не нашли во мне той податливости, которой ожидали, ни со стороны моих познаний, ни со стороны воли. Протестанты обычно более образованы, чем католики. Это и понятно. Учение первых требует обсуждения, учение вторых подчинения. Католик должен подчиняться решениям, которые ему сообщают. Протестант должен научиться решать сам. Это было известно, но ни мой возраст, ни мое положение не давали оснований ждать особых затруднений для опытных людей. К тому же я еще не был у первого причастия и не получил тех наставлений, которые ему предшествуют. Это тоже было известно, но никто не знал, как хорошо зато я был обучен у господина Ламберсье ни того, что у меня под рукой имеется небольшой и весьма неприятный для этих господ запас сведений в виде истории церкви и государства, которую я выучил чуть не наизусть у отца и с тех пор почти забыл, но которая восстанавливалась в моей памяти по мере того, как спор разгорался. Первое собеседование вел с нами старый священник, низенький, но довольно почтенный. Для моих товарищей собеседование это было скорее уроком катехизиса, чем богословским спором о вере, и священнику больше приходилось поучать их, чем отвечать на их возражения. Но со мной дело обстояло иначе. Когда очередь дошла до меня, я то и дело прерывал его, не упуская случая поставить его в затруднение. От этого собеседование сильно затянулось и стало очень скучным для присутствующих. Старый священник много говорил, горячился, молол вздор и выходил из трудных положений, отговариваясь, что плохо понимает по-французски. На другой день, опасаясь, как бы мои нескромные возражения не посеяли соблазна среди моих товарищей, меня поместили отдельно в другую комнату с другим священником помоложе, очень красноречивым, то есть любителем пышных фраз и самодовольным превыше всех ученых в мире. Однако я не позволил ему слишком подавить меня своим внушительным видом и, чувствуя, что в конце концов только исполняю свою обязанность, стал отвечать ему довольно уверенно, донимая его как только мог то тем, то другим. Он думал побить меня святым Августином, святым Григорием и другими отцами церкви, но к своему великому удивлению обнаружил, что я управляюсь со всеми этими отцами почти так же легко, как он сам, и не потому, чтобы когда-нибудь читал их, как и он сам, может быть, но потому, что запомнил много отрывков, приведенных у Лесуэра. И как только он мне цитировал кого-нибудь из них, я, не оспаривая этой цитаты, приводил ему из того же отца церкви другую, чем неоднократно ставил его в тупик. Но, в конце концов, он одержал верх надо мной по двум причинам. Во-первых, сила была на его стороне, и я чувствую себя, так сказать, в его полной власти. Как ни был молод, хорошо понимал, что не надо выводить его из терпения, так как заметил, что и моя эрудиция, и я сам очень не понравились маленькому старику-священнику. Во-вторых, молодой священник был человек образованный, а я нет. Поэтому в своих доказательствах он пользовался методом, который был мне недоступен. когда же он чувствовал, что прижат к стене неожиданным возражением, он откладывал ответ до другого дня, заявляя, что я отклоняюсь от темы. Иногда он даже отвергал все мои цитаты, утверждая, что они фальшивы, и предлагал мне пойти за книгой, уверенный, что я их там не найду. Он знал, что ничем не рискует, и что, несмотря на мою показную ученость, я слишком неопытен в обращении с книгой, и слишком плохой латинист, чтобы отыскать в толстом томе отрывок, даже зная, наверное, что он находится там. Я даже подозреваю его самого в подделке, в которой он обвинял пасторов, в том, что он присочинил отдельные места, чтобы увильнуть от неудобных для него возражений. Пока продолжались эти пустые споры и дни проходили в диспутах, бормотании молитв и ничего не делания, со мной случилось скверное происшествие, чуть не окончившееся для меня очень плохо. Нет такой низкой души и такого варварского сердца, которые были бы совершенно не способны к какой-либо привязанности. Один из двух бандитов, выдававших себя за мавров, полюбил меня. Он часто подходил ко мне, болтал со мной на своем ломаном франкском наречии, оказывал мне мелкие услуги, иногда делился со мной за столом своей порцией и то и дело целовал меня с пылкостью очень меня тяготившей. Франкское наречие смесь итальянского, испанского, французского, арабского и турецкого языков, на котором в Малой Азии местное население говорило с европейцами. Несмотря на вполне понятный ужас, который внушало мне его лицо, похожее цветом на ковришку, украшенное длинным шрамом, и его горящий взгляд, казавшийся скорее свирепым, чем нежным, я терпел его поцелуи, говоря себе, бедняга почувствовал ко мне большую привязанность, я не должен его отталкивать. Мало-помалу его обращение становилось все более вольным, и он стал заводить со мной такие странные речи, что мне казалось, он сошел с ума. Однажды вечером он захотел лечь спать со мной, я воспротивился, говоря, что моя кровать слишком узка, он стал уговаривать меня, чтобы я лег на его постель, я опять отказался, потому что этот несчастный был так нечистоплотен, и от него так несло жевательным табаком, что меня тошнило. на другой день, довольно рано утром, мы были с ним вдвоем в зале собраний. Он возобновил свои ласки, причем движения его стали такими неистовыми, что он сделался страшным. Наконец он дошел до самых непристойных вольностей. Я бросился на балкон, взволнованный, смущенный, даже испуганный, как ни разу в жизни, и близкий к обмороку. Я не мог понять, что было с этим несчастным. Я думал, что у него припадок подучей или какого-нибудь другого, еще более ужасного иступления. И право, я не могу представить себе ничего более отвратительного для спокойного наблюдения, чем такое бесстыдное, гнусное поведение и такое ужасное, воспламененное самой грубой похотью лицо. Я никогда не видал другого мужчины в подобном состоянии, но если мы бываем такими женщинами, они должны быть очень ослеплены, чтобы не прийти от нас в ужас. Я поспешил как можно скорее рассказать всем о том, что произошло. Старуха-начальница велела мне молчать, но я видел, что это происшествие ее сильно взволновало и слышал, как она ворчала сквозь зубы «Проклятый пес, грубое животное». Так как я не понимал, почему должен молчать, я продолжал болтать, несмотря на запрещение, и доболтался до того, что на другой день один из наставников сделал мне строгий выговор, обвиняя меня в том, что я порочу честь святого дома и подымаю шум из-за пустяков. Он продолжал свое внушение, объяснив мне многое, чего я не знал, и не подозревая при этом, что просвещает меня, так как был уверен, что я защищался, зная, чего от меня требуют, и не соглашаясь на это. В своем бесстыдстве он зашел так далеко, что стал называть вещи своими именами, и воображая, что причиной моего сопротивления была боязнь боли, уверял меня, что эта боязнь неосновательна, и мне нечего было тревожиться. Я слушал этого мерзавца с тем большим удивлением, что он действовал бескорыстно. Он поучал меня, как будто для моего собственного блага. То, о чем он говорил, представлялось ему настолько обыденным, что он даже не постарался остаться со мной с глазу на глаз. И в качестве третьего лица с нами был церковник, которого все это тоже нисколько не пугало. Непринужденность беседы так подействовала на меня, что я пришел к мысли, будто это обычай, принятый всеми, и я только не имел случая раньше с ним познакомиться. Поэтому я слушал без гнева, но с омерзением. Впечатление от пережитого и в особенности от того, что я видел, так сильно запечатлелось в моей памяти, что при одной мысли об этом меня начинало тошнить. Хотя я ничего больше не узнал, отвращение к происшествию распространилось на его защитника, и я не мог настолько сдержать себя, чтобы он не заметил плохого действия своих уроков. Он бросил на меня неласковый взгляд и с тех пор не щадил усилий, чтобы сделать мне пребывание в убежище как можно более неприятным. И настолько в этом преуспел, что я, понимая всю невозможность выйти отсюда иным путем, поспешил вступить на единственный путь, ведущий к выходу, хотя раньше старался отдалить это мгновение. Этот случай послужил мне в дальнейшем защитой от предприимчивости подобных проходимцев. Люди, слывшие такими видом своим и жестами всегда напоминали мне моего страшного мавра и внушали такой ужас, что мне было трудно его скрыть. Напротив, женщины от этого сравнения очень выиграли в моих глазах. Мне стало казаться, что я обязан вознаградить их нежностью чувств, своей личной почтительностью за оскорбление со стороны моего пола. И самая безобразная дурнушка при воспоминании об этом лжеафриканце становилась в моих глазах существом, достойным обожания. Что сказали ему самому я не знаю, но за исключением матушки Лоренци никто как будто не стал относиться к нему хуже, чем раньше. Как бы то ни было, он больше ко мне не подходил и не заговаривал со мной. Через неделю его с большой торжественностью окрестили, одев в белое с ног до головы, чтобы изобразить чистоту его возродившейся души. На другой день он вышел из убежища, и я больше никогда его не видал. До меня дошла очередь через месяц. Столько времени потребовалось на то, чтобы моим наставникам досталась честь такого трудного обращения, причем, пользуясь теперешней моей покорностью, меня подвергли проверки по всем догматам. Наконец, когда мои руководители нашли, что я достойно обучен и подготовлен к повиновению, меня отвели в процессии в соборную церковь святого Иоанна, где я должен был торжественно отречься и принять все аксессуары крещения, хотя в действительности меня не крестили. Однако обряды при этом установлены почти такие же, как прикрещение, для того, чтобы внушить народу убеждение, что протестанты не христиане. Меня одели в серое платье особого покроя с белыми нашивками, специально предназначенные для такого рода случаев. Два человека впереди и позади меня несли медные чаши, ударяя по ним ключом. Каждый присутствующий клал туда милостыню сообразно со своим благочестием или участием к новообращенному. Одним словом, ничто из католической пышности не было упущено, чтобы сделать торжество более поучительным для публики и более унизительным для меня. Недоставало только белой одежды, которая была бы мне очень кстати, но мне ее не дали, в отличие от Мавра, ввиду того, что я не имел чести быть неверным. Этим дело не кончилось. Пришлось потом идти в Инквизицию, получать там отпущение в грехе ереси и вступить в лоно церкви с той же церемонией, которой был подвергнут Генрих Четвертый в лице своего посла. Генрих Четвертый 1553-1610 король Франции, рожденный в протестантизме, открыл себе доступ к французскому престолу переходом в католичество. Вид и манеры высокопреподобного отца Инквизитора отнюдь не рассеяли тайного ужаса, охватившего меня при входе в этот дом. После целого ряда вопросов о моей вере, о моем положении, о моей семье, он вдруг спросил меня, не осуждена ли моя мать на вечную муку. Ужас подавил первое движение моего негодования, и в ответ я лишь выразил надежду, что она не осуждена и что Бог просветил ее в последний час. Монах замолчал, но сделал гримасу, которая показалась мне мало похожей на знак одобрения. Когда со всем этим было покончено, я уже думал, что устроюсь наконец согласно своим надеждам, меня выставили за дверь, вручив на двадцать с лишним франков мелкой монеты, собранной в мою пользу. Мне посоветовали жить, как подобает доброму христианину, оставаясь верным благодати, пожелали мне успехов, захлопнули за мной дверь, и все исчезло. Так в один миг померкли все мои великие надежды, и от своекорыстного шага, который я только что совершил, у меня осталось лишь воспоминание, что я превратился в отступника и попал в просаг. Нетрудно вообразить, какой резкий переворот произошел в моих взглядах, когда после всех проектов блестящего будущего оказалось, что мне грозит полная нищета, и после того, как утром я думал о выборе дворца, в котором буду жить, а вечером увидел, что вынужден ночевать на улице. Могут подумать, что я сразу впал в отчаяние, тем более жестокое, что, зажалея о своих ошибках, должен был горько укорять себя и видеть, что все мое несчастье дело моих собственных рук. Однако ничего этого не было. Впервые в жизни я более двух месяцев подряд провел в заперти, и первым чувством, которое я испытал, было чувство вновь обретенной свободы. После долгого рабства я вновь сделался хозяином самого себя и своих действий, очутился в большом городе, изобилующем всяческими возможностями, в городе, где жило много состоятельных людей, которые, конечно, не приминут принять меня к себе, как только им станут известны мои таланты и достоинства. К тому же у меня было время, чтобы ждать, а двадцать франков в кармане казались мне неисчерпаемым сокровищем. Я мог располагать им по своему желанию, не давая никому никакого отчета. Впервые я чувствовал себя таким богатым. Далекий от мысли предаваться отчаянию и слезам, я только сменил одни надежды другими, без всякого ущерба для своего самолюбия. Никогда не был я так уверен в себе и так спокоен. Мне казалось, что моя карьера уже сделана, и я радовался, что обязан этим только самому себе. Прежде всего, я обегал весь город, торопясь удовлетворить свое любопытство и проявить свою свободу. Я ходил смотреть, как сменяется караул. Военная музыка мне очень понравилась. Я следовал за процессиями, с удовольствием слушая монотонное пение священников. Я ходил смотреть королевский дворец. Я приближался к нему с опаской, но, видя, что другие входят туда, последовал за ними, меня пропустили. Может быть, я был обязан этой милостью маленькому свертку, который был у меня под мышкой. Как бы там ни было, попав во дворец, я высоко возомнил о себе и уже смотрел на себя почти как на его обитателя. Наконец, я устал шататься взад и вперед и почувствовал голод. Было жарко. Я зашел к торговке молочными продуктами. Мне дали джунки, простокваши и пару продолговатых пьемонских хлебцев, которые я предпочитаю всякому другому хлебу. За пять-шесть су я пообедал так, как мне редко случалось обедать за всю мою жизнь. Джунка творог, приготовленный особым способом в сосудах и страстника. Нужно было отыскать себе пристанище. Я уже знал по-пьемонски достаточно, чтобы меня могли понять, поэтому мне нетрудно было его найти, и у меня хватило благоразумия выбирать скорее по состоянию своего кошелька, чем по своему вкусу. Мне указали на одну солдатку с улицы По. За одно су она давала на ночь приют безработной прислуги. Я нашел там пустую койку и занял ее. Хозяйка была молодая женщина, недавно вышедшая замуж, хотя у нее было уже пять или шесть человек детей. Мы спали все в одной комнате, мать, дети и постояльцы. Так было все время, пока я у нее жил. В общем, это была славная женщина, ругавшаяся как извозчик, вечно растрепанная и кое-как одетая, но с добрым сердцем и услужливая. Она относилась ко мне дружелюбно и бывала мне даже полезна. Я провел много дней, предаваясь наслаждению независимости и удовлетворяя свое любопытство. Я бродил по городу и за городом, разыскивал и посещал все места, оказавшиеся мне любопытными и новыми, а для молодого человека, только что вылетевшего из своего гнезда и никогда не видавшего старицы, все было любопытно и ново. С особой неукоснительностью бывал я в дворцовой церкви, каждое утро присутствуя на королевской обедни. Мне казалось прекрасным находиться в одной часовне с королем и его свитой. Но уже начавшая проявляться страсть к музыке влекла меня туда больше, чем пышность двора, которая, оставаясь всегда одинаковой, очень скоро перестает поражать. В то время у короля Сардиния был лучший в Европе симфонический оркестр. Сомми, Дежарден, безутцы блистали там один за другим. Но молодому человеку, приходившему в восторг при звуках самого простого инструмента, если только он не фальшивил, этого даже и не нужно было. Вообще все это великолепие, поражая мое зрение, вызывало во мне лишь тупое восхищение без всякой зависти. Единственное, что меня влекло к дворцовому блеску, это желание посмотреть, не найдется ли там какой-нибудь юной принцессы, достойной моего поклонения, с которой у меня завязался бы роман. И у меня в самом деле чуть не завязался роман. Правда, в менее блестящем обществе, но, будь он доведен до конца, я почерпнул бы в нем в тысячу раз более восхитительные наслаждения. Хотя я был очень бережлив, мой кошелек становился все более тощим. Бережливость моя происходила не от благоразумия, а скорее от простоты моих вкусов, которые и до сих пор остались у меня неизменными, несмотря на привычку к роскошным обедам. Я раньше не знал, не знаю и теперь ничего лучше деревенского обеда. Молочными продуктами, яйцами, овощами, сыром, пеклеванным хлебом и сносным вином меня можно всегда хорошо упочевать. Мой отличный аппетит довершит остальное, если только дворецкие и лакеи, снующие около меня, не раздражают меня своей назойливостью. Когда-то я обедал за шесть или семь су гораздо лучше, чем обедаю теперь за шесть или семь франков. Итак, я был умерен в пище. Ничто не соблазняло меня отступить от этого. Пожалуй, я не прав, называя это умеренностью, так как я насыщался с великим сластолюбием. Груши, джунка, сыр, пьемонский хлеб и несколько стаканов монферратского вина, до того густого, что хоть ломтями режь, делали меня счастливейшим из лакомок. Однако можно было ожидать, что мои двадцать франков скоро иссякнут. Это становилось со дня на день очевиднее, и, несмотря на легкомыслие, свойственное моему возрасту, беспокойство о будущем скоро перешло у меня в настоящий страх. Из всех моих воздушных замков остался только один надежда найти себе занятие, которое дало бы мне средство к существованию. Но и это было не особенно легко осуществить. Я подумал о своем прежнем ремесле. Однако я знал его недостаточно, чтобы работать у мастера, да и мастеров-то в ту пору было в Турине не слишком много. Поэтому я решил в ожидании лучшего ходить из лавки в лавку и гравировать монограммы или гербы на посуде в надежде соблазнить людей дешевизной, предоставляя им платить мне по собственному желанию. Почти всюду я получал отказ. А то, что мне приходилось сделать, были такие пустяки, что я с трудом зарабатывал себе на несколько обедов. Но однажды, проходя рано утром по Контра-Нова, я увидел в окне одного магазина молодую хозяйку, такую миловидную и привлекательную, что, несмотря на свою застенчивость с дамами, не колеблясь, вошел и предложил свой скромный талант к ее услугам. Контра-Нова, новая улица, улица в Турине, главном городе Пьемонта. Она не прогнала меня, напротив усадила, заставила рассказать мою незатейливую историю, пожалела, сказала, что я должен быть мужественным и что добрые христиане меня не оставят. Потом, послав к находившемуся по соседству золотых дел мастеру за инструментами, которые были мне нужны, поднялась на кухню и сама принесла мне завтрак. Такое начало показалось мне хорошим предзнаменованием, и то, что последовало, не опровергло его. Она, по-видимому, осталась довольна моей работой, а еще больше моей болтовней, когда я почувствовал себя немного уверенней. Она была блистательна и нарядна, и, несмотря на ее ласковый вид, блеск ее внушал мне почтительность. Но ее доброта, радушный прием, участливость и ласковое обращение привели к тому, что я почувствовал себя свободнее. Я заметил, что имею успех, и мне захотелось его увеличить. Но хотя она была итальянкой и слишком хорошенькой, чтобы не быть немного кокетливой, она вместе с тем была так скромна, а я так робок, что трудно было ожидать, чтобы дело скоро наладилось. Нам не дали времени окончить начатое. Тем с большим очарованием вспоминаются мне краткие мгновения, которые я провел с ней. Могу сказать, что в это время я вкусил во всей их новизне самые нежные и чистые наслаждения любви. Это была чрезвычайно пикантная брюнетка, но природная доброта, написанная на ее красивом еще лице, делала живость ее трогательной. Ее фамилия была Базиль. Муж был значительно старше ее и довольно ревнив. На время своих путешествий он оставлял ее под присмотром приказчика, слишком хмурого и скучного, чтобы оказаться соблазнителем, который, однако, не приминул предъявить на нее притязания, но они проявлялись у него только в дурном расположении духа. Он очень меня не взлюбил, хотя я с удовольствием слушал его игру на флейте, на которой он играл довольно хорошо. Этот эгист всегда ворчал, когда я приближался к его даме. Эгист действующее лицо древнегреческого мифа. Согласно преданию, он сблизился с женой царя Агамемнона Клитомнестрой, пока тот был на войне под Троей, а по его возвращении совместно с Клитомнестрой убил его. Он обращался со мной с таким же пренебрежением, с каким она обращалась с ним. Казалось даже, что ей приятно помучить его, обходясь со мной ласково в его присутствии, и такая месть, хотя и была очень мне по душе, понравилось бы мне гораздо больше, если бы это было наедине. Но до этого она не доводила, или, во всяком случае, держалась при этом иначе. Оттого ли, что она находила, что я слишком молод, или не знала сама, как начать, или от того, что действительно хотела быть добродетельной, но в ней замечалась сдержанность, которая не отталкивала, но смущала меня, сам не знаю почему. Я не питал к ней того уважения, столь же искреннего, сколь и нежного, какое внушала мне госпожа де Варанс, но с ней я был более робок и чувствовал себя не так непринужденно. Я смущался, трепетал, не смел на нее взглянуть, не смел дышать в ее присутствии, я пожирал жадным взглядом все, на что мог глядеть, не привлекая внимания, цветы на ее платье, кончик ее хорошенькой ножки, ее крепкую белую руку в промежутке между перчаткой и рукавом и то, что порой виднелось у нее из-под косынки. Каждая подробность усиливала действия остальных. От созерцания всего, что я мог видеть, и даже многого другого, у меня мутилось в глазах, я чувствовал стеснение в груди. Дыхание с минуты на минуту, становясь все более затрудненным, плохо слушалось меня, и мне оставалось только потихоньку испускать вздохи, очень неловкие, среди той тишины, которая нередко наступала у нас. К счастью, госпожа Базиль, занятая своей работой, как будто ничего не замечала. Тем не менее, я видел иногда, как в силу особого рода симпатии вздымалась ее косынка на груди. Это опасное зрелище окончательно меня губило, но когда я уже готов был отдаться своему порыву, она обращалась ко мне с каким-нибудь словом, сказанным таким спокойным тоном, что я мгновенно приходил в себя. Я много раз оставался с нею наедине, но никогда ни слова, ни жест, ни слишком выразительный взгляд не устанавливали между нами ни малейшей близости. Это состояние чрезвычайно для меня мучительное, тем не менее, доставляло мне величайшее наслаждение, и в простоте сердца я с трудом понимал, отчего так страдаю. По-видимому, и ей эти краткие свидания с глазу на глаз тоже не были неприятны. Во всяком случае, она довольно часто выискивала для них удобный случай. Старания весьма бескорыстные с ее стороны, принимая во внимание, как она использовала эти встречи и как позволяла мне их использовать. Однажды, наскучив глупыми разговорами приказчика, она поднялась к себе. Я поспешил скорее окончить небольшую работу в комнате позади лавки и последовал за ней. Дверь в ее комнату была приоткрыта, я вошел незамеченным. Она вышивала, сидя у окна. Лицо ее было обращено к стене противоположной двери. Она не могла видеть, как я вошел и от грохота проезжавших по улице телег не могла слышать этого. Она всегда была хорошо одета. В этот день ее наряд был почти кокетлив. Ее поза была прелестна. Слегка склоненная головка позволяла видеть березну ее шеи, изящно приподнятые волосы были украшены цветами. Весь ее облик дышал очарованием. У меня было достаточно времени удостовериться в этом. Я был вне себя. Я бросился на колени у порога, простирая к ней руки в страстном порыве, вполне уверенный, что она не услышит и не думая, что она может меня увидеть. Но над камином было зеркало, и оно выдало меня. Не знаю, какое впечатление произвел на нее этот порыв, но она не взглянула на меня, не проронила ни слова, но, повернув слегка голову, одним движением пальца указала мне на циновку у ее ног. Я задрожал и, вскрикнув, в одно мгновение очутился на месте, указанном ею. Но мне с трудом поверят, что, находясь в таком положении, я не смел решиться ни на что большее, не смел сказать ни одного слова, не смел поднять на нее глаза, даже дотронуться до нее, чтобы опереться на мгновение на ее колени, хотя и находился в очень неудобной позе. Я был нем, неподвижен, но, конечно, не был спокоен. Все во мне обличало волнение, радость, признательность, пылкие неясные желания, сдерживаемые страхом не понравится ей, и этот страх мое молодое сердце никак не могло преодолеть. Она казалось взволнованной и растерянной не меньше моего. Смущаясь тем, что я возле нее, не понимая, как она могла довести меня до этого, начиная чувствовать все последствия вырвавшегося у нее необдуманного жеста, она не привлекала меня к себе и не отталкивала, не отрывала глаз от работы, старалась сделать вид, будто не замечает, что я у ее ног. Вся моя глупость не помешала мне догадаться, что она разделяет мое смущение и, быть может, мои желания, что ее сдерживает только стыдливость, подобная моей. Но это не придавало мне силы преодолеть смущение. Она была на пять-шесть лет старше меня и, как мне казалось, могла поэтому быть смелее меня. Я говорил себе, что раз она не хочет поощрить мою смелость, то, значит, не желает видеть ее во мне. Даже теперь еще я нахожу, что рассуждал правильно, и, конечно, она была слишком умна, чтобы не видеть, что такой новичок, как я, нуждался не только в одобрении, но и в руководстве. Не знаю, чем кончилась бы эта оживленная, но немая сцена, и сколько времени я оставался бы неподвижным в этом смешном и, вместе с тем, восхитительном положении, если бы нас не прервали. В тот самый момент, когда мой порыв достиг высшего напряжения, я услыхал, как в кухне рядом с комнатой, в которой мы находились, отворилась дверь, и госпожа Базиль, обеспокоившись, быстро приказала мне словами и жестом «Встаньте, идет Розина!» Поспешно вставая, я схватил ее протянутую руку и запечатлел на ней два жарких поцелуя, почувствовав при втором поцелуе, что эта прелестная ручка слегка прижалась к моим губам. В жизни моей не было более сладкой минуты, но упущенный случай не повторился, и наша молодая любовь остановилась на этом. Может быть, как раз потому-то образ этой милой женщины и запечатлелся в глубине моего сердца в таких прелестных чертах. Он даже становился все прекраснее по мере того, как я узнавал свет и женщин. Будь у нее хоть немного более опытности, она принялась бы за дело иначе, чтобы ободрить такого мальчика, как я. Но если ее сердце и было слабо, оно оставалось честным. Против воли поддалась она захватившему ее увлечению. По всей видимости, это была ее первая неверность, и мне, быть может, было бы труднее победить ее стыдливость, чем свою собственную. Но и не дойдя до этого, я пережил невыразимо сладкие мгновения. Все, что я перечувствовал, обладая женщинами, не стоит тех двух минут, которые я провел у ее ног, не смея даже коснуться ее платья. Нет, не существует наслаждений, подобных тем, которые способны доставить нам честная, любимая женщина. Близ нее все ласкает нас. Легкий призывный жест, знак пальцем, слегка прижатая к моим губам рука, вот единственные милости, какие я когда-либо получал от госпожи Базиль, но воспоминания об этих милостях, в сущности таких незначительных, до сих пор приводят меня в восторг. В следующие два дня, как я не старался опять остаться с нею с глазу на глаз, мне было невозможно выбрать подходящий момент, а с ее стороны я не заметил ни малейшей попытки устроить это. Даже ее обращение стало не то, что холодней, но сдержан необычного, и мне кажется, она избегала моих взглядов из опасения, что не сумеет справиться со своими. Проклятый приказчик стал наглее, чем когда-либо. Он даже начал насмешничать, издеваться. Он сказал мне, что я буду иметь успех у женщин. Я дрожал от боязни не выдал ли я себя чем-нибудь. И уже считая себя ее сообщником, старался окутать тайной свое влечение, в чем раньше не было большой нужды. Это заставило меня быть более осмотрительным в своих поисках удобного случая побыть с ней наедине. И желая, чтобы этим свиданием не угрожала никакая опасность, я не мог найти для них подходящие минуты. Вот еще одно романтическое сумасбродство, от которого я никогда не мог излечиться. Вместе с моей природной застенчивостью оно привело к тому, что предсказания приказчика не оправдались. Я любил слишком искренне, смею сказать, слишком глубоко, для того, чтобы мне было легко стать счастливым. Никогда еще страсти не были так сильны и так чисты, никогда любовь не была более нежной, более искренней, более бескорыстной. Я способен тысячу раз пожертвовать своим счастьем ради счастья любимой женщины. Ее добрая слава для меня дороже жизни, и ни за какие чувственные удовольствия не согласился бы я хоть на мгновение нарушить ее покой. Вследствие этого я вносил столько таинственности, столько заботливых предосторожностей во все свои начинания, что никогда ни одно из них не могло удаться. Незначительность моего успеха у женщин всегда объяснялась тем, что я слишком их любил. Возвращаясь к моему флейтисту, нужно сказать, что он вел себя самым странным образом. Этот предатель становился все невыносимее, но внешне проявлял все большее снисходительности. с первых же дней, как его хозяйка почувствовала ко мне расположение, она стала думать о том, чтобы сделать меня полезным в магазине. Я довольно порядочно знал арифметику. Она предложила приказчику научить меня вести торговые книги, но этот нелюдим отнесся к ее предложению очень плохо, быть может, боясь, что меня впоследствии возьмут на его место. Таким образом, все мои обязанности, кроме работы резцом, состояли в переписке кое-каких счетов, записок, ведении конторских книг и в переводе некоторых коммерческих писем с итальянского на французский. Но вдруг мой молодец решил вернуться к предложению ранее отвергнутому. Он обещал научить меня двойной бухгалтерии, и довести мои познания в ней до того, чтобы я мог предложить свои услуги господину Базилю, когда тот вернется. В его тоне, в выражении его лица было что-то фальшивое, хитрое, ироническое, не внушающее мне доверия. Госпожа Базиль, не дожидаясь моего ответа, сказала ему сухо, что я очень обязан ему за его предложение, но она надеется, что судьба будет мне наконец благоприятствовать по моим заслугам, и что было бы очень жаль, если б, обладая таким умом, я остался простым приказчиком. Она много раз говорила мне, что хочет меня познакомить с одним человеком, который может быть мне полезным. Она была достаточно благоразумна, чтобы понять, что нам пора расстаться. наше немое объяснение произошло в четверг. В воскресенье она давала обед, на котором кроме меня присутствовал монах-якобинец приятной наружности. Я был ему представлен. Монах-якобинец, так назывались монахи ордена бенедиктинцев, по наименованию их монастыря в Париже. В эпоху первой французской буржуазной революции слово якобинец стали применять к членам революционного клуба, собиравшимся в бывшем помещении этого монастыря. Монах был со мной очень приветлив, поздравил меня с обращением и коснулся некоторых событий моей жизни, из чего я понял, что госпожа Базиль ему все подробно рассказала. Слегка потрепав меня по щеке, он велел мне быть благоразумным, не падать духом и пригласил к себе, чтобы поговорить на свободе. По тому уважению, с каким все к нему относились, я заключил, что он был лицом значительным, а из его отеческого тона в разговоре с госпожой Базиль было ясно, что он ее духовник. Я помню также очень хорошо, что его благопристойная непринужденность сопровождалась знаками уважения и даже почтения к его духовной дочери. Но тогда они произвели на меня гораздо меньшее впечатление, чем производят теперь. Будь я поумнее, как бы я гордился тем, что мог внушить чувства молодой женщине, уважаемой своим духовником. Стол оказался недостаточно велик в сравнении с количеством приглашенных. Понадобился еще маленький, за которым я очутился в приятном уединении с господином приказчиком. В смысле внимания и угощения я ничего от этого не потерял. На маленький стол посылалось немало блюд, предназначавшихся конечно не для приказчика. До поры до времени все шло прекрасно. Женщины были очень веселы, мужчины очень любезны, госпожа Базиль угощала гостей с обворожительной грацией. Посреди обеда у подъезда слышится шум останавливающегося экипажа, кто-то поднимается по лестнице, это господин Базиль. Я вижу его, словно он только что вошел в ярко-красной одежде с золотыми пуговицами, цвет, который я с того дня ненавижу. Господин Базиль был высокий, красивый мужчина, очень представительный. Он шумно входит, с видом человека, застающего всех врасплох, хотя там собрались только друзья. Жена бросается ему на шею, берет его за руки, осыпает его ласками, которые он принимает, но оставляет без ответа. Он раскланивается со всей компанией, ему подают прибор, он садится и ест. Едва зашел разговор об его путешествии, как он, бросив взгляд на маленький столик, спрашивает строгим тоном, что это за мальчик, которого он видит там. Госпожа Базиль отвечает ему совершенно простодушно. Он спрашивает, не живу ли я в этом доме. Ему говорят, что нет. Почему же нет? Продолжает он грубо. Раз он проводит здесь целые дни, почему бы ему не остаться и на ночь? Тут взял слово монах. После веской и правдивой похвалы госпожа Базиль он похвалил в кратких выражениях и меня, прибавив, что господин Базиль не только не должен порицать свою жену за ее благочестивое милосердие, но должен был бы сам поскорее принять в нем участие, так как ничего предосудительного во всем этом нет. Муж отвечал с раздражением, наполовину сдержанным из уважения к монаху, но достаточным для того, чтобы я мог понять, что у него имелись сведения на мой счет и что приказчик постарался услужить мне на свой манер. Только встали из-за стола. Ко мне подошел приказчик, посланный хозяином, и, торжествуя, объявил мне от его имени, чтобы я немедленно убирался и чтобы ноги моей здесь больше не было. Он постарался приправить это сообщение всем, что могло сделать его возможно более оскорбительным и жестоким. Я вышел, не говоря ни слова, с сокрушенным сердцем, страдая не столько из-за того, что покидал эту милую женщину, сколько потому, что оставлял ее жертвой грубости ее мужа. Конечно, он был прав, не желая, чтобы она ему изменила, но, хотя она была женщиной разумной и хорошего рода, она родилась итальянкой, значит, была самолюбива и мстительна, и, мне кажется, он был неправ, применяя по отношению к ней меры, способные, скорее всего, навлечь то самое несчастье, которого он опасался. Таков был успех моего первого приключения. Я сделал попытку пройтись раза два-три по улице, чтобы хоть раз еще взглянуть на ту, о которой не переставало тосковать мое сердце. локоть. вместо нее я увидел только ее мужа до бдительного приказчика, который, заметив меня, погрозил лавочным локтем, жест более выразительный, чем привлекательный. Локоть старинная мера длины около полуметра. Видя, что за мной так пристально следят, я потерял мужество и уже больше не показывался там. Мне хотелось повидать покровителя, которого она мне отыскала. К несчастью, я не знал его имени. Много раз я понапрасну бродил вокруг монастыря, стараясь встретить его. Наконец, другие события вытеснили из моей памяти прелестные воспоминания о госпоже Базиль, и вскоре я так основательно ее забыл, что, оставаясь таким же простаком и новичком, как прежде, даже не соблазнялся хорошенькими женщинами. Между тем, ее щедрость немного обновила мой маленький гардероб. Правда, очень скромно, потому что она делала это с осторожностью благоразумной женщины, которая думает больше об опрятности, чем о нарядах, и желает избавить от лишений, а не дать возможность блистать. Одежда, принесенная мною из Женевы, была еще довольно приличная, и ее вполне можно было носить. Госпожа Базиль прибавила к ней только шляпу и немного белья. У меня совсем не было манжет, она не захотела подарить их мне, хотя у меня было большое желание иметь их. Она ограничилась тем, что дала мне возможность содержать себя в чистоте, и пока я был в нее, мне не надо было напоминать об этом. Через несколько дней после катастрофы моя квартирная хозяйка, относившаяся ко мне, как я уже говорил, дружелюбно, сказала, что, кажется, нашла мне место, и что одна знатная дама желает меня видеть. При этих словах я вообразил, что меня ожидают приключения в высшем свете, так как я все время только о них и мечтал. Но приключение оказалось не столь блестящим, как я себе представлял. Я отправился к даме со слугой, который говорил ей обо мне. Она расспросила меня, осмотрела. Я понравился ей и тотчас же был принят к ней на службу, но совсем не в качестве фаворита, а в качестве лакея. Меня одели в ливрею того же цвета, какой носили все ее слуги. Разница состояла лишь в том, что у них были шнуры на плечах, у меня же их не было. А так как ливрея в этом доме была без голунов, она очень походила на городскую одежду. Вот неожиданное завершение всех моих великих надежд. Графиня де Верселис, которой я поступил на службу, была бездетная вдова. Ее муж был пьемонтиц. Ее же я всегда считал совояркой, потому что никак не мог представить, чтобы пьемонтка могла так хорошо и с таким чистым произношением говорить по-французски. Она была средних лет, с очень благородным лицом, прекрасно образована, любила французскую литературу и хорошо ее знала. Она много писала и всегда по-французски. Ее письма имели тот же склад и были почти так же изящны, как письма госпожи де Севинье. Севинье Мари де Робютен Шанталь Маркиза 1626-1696 вошла в историю французской литературы благодаря своим письмам к дочери и другим лицам, изданной в 1726 году. Некоторые из них можно было бы даже принять за письма последней. Главное мое занятие и оно мне нравилось состояло в том, чтобы писать письма под ее диктовку, так как рак груди, доставлявший ей много страданий, не позволял ей писать самой. Госпожа де Верселис отличалась не только умом. У нее была возвышенная и мужественная душа. Я был свидетелем ее тяжкой болезни. Я видел, как она страдала и умирала, никогда не выказывая ни минуты слабости, казалось, без малейших усилий подавляя боль, никогда не выходя из своей роли женщины и не подозревая, что она поступает в этом как философ. Слово это тогда еще не было в моде и даже не было известно ей в том смысле, в каком его употребляют теперь. Сила характера граничила у нее иногда с черствостью. Мне всегда казалось, что по отношению к окружающим она так же мало чувствительна, как и к себе самой. И когда она делала добро несчастным, то поступала так скорее потому, что просто считала это хорошим поступком, чем из истинного сострадания. Я отчасти испытал на себе эту бесчувственность в продолжении трех месяцев, проведенных у нее. Было бы вполне естественным принять участие в молодом человеке, подающем некоторые надежды и находящемся постоянно у нее на глазах, и, чувствуя приближение смерти, она могла бы подумать, что после нее ему будет необходима помощь и поддержка. Но потому ли, что она считала меня недостойным особенного внимания, потому ли, что люди, осаждавшие ее, не позволяли ей думать о ком-нибудь другом, кроме них самих, она ничего не сделала для меня. Однако я очень хорошо помню, что она выказывала некоторые желания лучше узнать меня. Иногда она меня расспрашивала, ей очень хотелось, чтобы я показал ей мои письма госпожи Де Варанс, и дал бы ей отчет о своих чувствах. Но она плохо бралась за дело, желая узнать мои чувства, никогда не показывала мне своих. Мое сердце всегда радо было излиться, лишь бы оно чувствовало, что изливается в другое сердце. Сухие и холодные вопросы, без малейшего признака одобрения или порицания моих ответов не внушали мне доверия. Когда ничто не показывает мне нравится или не нравится моя болтовня, я тревожусь и стараюсь тогда не столько высказать то, что думаю, сколько не сказать ничего такого, что могло бы мне повредить. С тех пор я заметил, что это сухая манера расспрашивать людей, чтобы узнать их, обычная слабость женщин, которые чванятся остротой своего ума. Они воображают, что не обнаруживая своих чувств, лучше поймут ваши. Но они не замечают, что таким образом лишают собеседника смелости открыть свои чувства. Когда человека расспрашивают, он уже настораживается из-за этого одного. А если он замечает, что не питая к нему искреннего интереса, хотят только заставить его болтать, он или говорит неправду, или молчит, или же с удвоенным вниманием следит за собой и лучше согласен прослыть дураком, нежели стать простодушной жертвой чужого любопытства. Этот способ читать в сердце другого, стараясь в то же время скрыть свои собственные чувства, в конце концов, всегда оказывается негодным. Госпожа де Верселис никогда не сказала мне ни одного слова, в котором чувствовалась бы приязнь, жалость, благожелательность. Она расспрашивала меня холодно, я отвечал сдержанно. В моих ответах было столько нерешительности, что они должны были казаться малоинтересными и наскучить ей. Под конец она уже не задавала мне вопросов и говорила со мной только о том, что касалось моей должности. Она осудила меня не столько по тому, чем я был, сколько по тому, чем она меня сделала. Видя во мне только лакея, она лишала меня возможности показать себя чем-либо другим. Думаю, что именно с этих пор начал я узнавать хитрую игру тайных интриг, которые преследовали меня всю жизнь и внушали мне естественное отвращение к порядку вещей, порождающему их. Так как у госпожи де Верселис детей не было, наследником ее был граф де Ларок, ее племянник, который старательно ее ублажал. Кроме того, и главные слуги, видя, что конец ее близок, старались напомнить о себе. Словом, вокруг нее толпилось столько услужливых людей, что ей некогда было думать обо мне. Во главе ее дома стоял некий господин Лоренци, человек очень ловкий, а жена его, еще более ловкая, сумела так втереться в доверие к своей госпоже, что была у нее скорее на положении подруги, чем служанки. Она устроила к ней в горничной свою племянницу, мадемуазель Понталь, тонкую штучку, разыгрывавшую из себя компаньонку и так хорошо помогавшую тетушке обхаживать свою госпожу, что госпожа Верселис смотрела на все только их глазами и действовала только их руками. Я не удостоился чести попасть в милость к этим трем особам. Я их слушался, но не прислуживал им. Я не представлял себе, чтобы кроме службы нашей общей госпоже я должен был быть еще лакеем ее лакеев. Кроме того, я принадлежал к тому сорту людей, который их тревожил. Они прекрасно видели, что я не на своем месте, и очень боялись, как бы их госпожа этого тоже не заметила, и как бы из-за того, что она захочет поставить меня в соответствующее положение, не уменьшилась их собственная доля. Ибо такие жадные люди не могут быть справедливыми и смотрят на все завещанное другим, как на отнятое от их собственного добра. Поэтому они объединились, чтобы убрать меня с ее глаз. Она любила писать письма. В ее состоянии это служило ей развлечением. Они отняли у нее это занятие, убедив ее с помощью доктора, что оно утомляет ее. Под предлогом, что я не умею прислуживать, к ней приставили вместо меня двух огромных парней, носильщиков портшеза. В конце концов, они все так хорошо устроили, что к тому времени, как она стала составлять завещание, я уже неделю не входил к ней в комнату. Правда, после этого я стал входить к ней, как прежде, и при этом был даже усерднее других, потому что мучения бедной женщины разрывали мне сердце. Твердость, с которой она их переносила, делала ее в моих глазах достойной глубочайшего уважения и любви, и в ее комнате я пролил немало искренних слез, незамеченных ни ею, ни кем-либо другим. Наконец, мы лишились ее. Я видел, как она умирала. Жизнь ее была жизнью женщины умной и здравомыслящей. Смерть ее была смертью мудреца. Могу сказать, что она сделала католическую религию для меня привлекательной благодаря той ясности души, с какой она исполняла все обряды, без небрежности и без аффектации. От природы она была серьезной. В конце болезни у нее появилась веселость, столь ровная, что она не могла быть притворной и, несомненно, служила со стороны самого разума естественным противовесом тяжкой безотрадности ее положения. Она оставалась в постели только последние два дня, не переставая все время спокойно беседовать со всеми окружающими. Наконец, уже умолкнув и находясь в агонии, она издала громкий звук. Отлично, сказала она, обернувшись. Женщина, способная на это, еще не умерла. Это были ее последние слова. Она завещала своим низшим слугам их жалования за целый год. Но, так как я не состоял в штате ее дома, то не получил ничего. Впрочем, граф Деларок дал мне тридцать ливров и оставил мне новое платье, которое я носил и которое господин Лоренце хотел у меня отнять. Граф обещал даже устроить меня на место и разрешил мне прийти к нему. Я был у два-три раза, но мне не удалось с ним поговорить. Меня нетрудно было отвадить, и больше я туда уже не возвращался. Читатель скоро увидит, что я не был неправ. О, если б это было все, что я должен рассказать о своем пребывании у госпожи де Версилис. Но, хотя, по видимости, мое положение осталось неизменным, я вышел из ее дома не таким, каким вошел в него. Я вынес оттуда долгое воспоминание о преступлении и невыносимое бремя угрызений совести, которое и по истечении сорока лет все еще тяготит меня. И мое горькое раскаяние не только не уменьшается, а даже увеличивается по мере того, как я старею. Кто бы мог поверить, что проступок ребенка повлечет за собой такие ужасные последствия? Из-за этих более чем вероятных последствий и не может утешиться мое сердце. Я, может быть, погубил, ввергнув в позор и нищету, девушку, милую, честную, достойную уважения, которая, конечно, была гораздо лучше меня. Когда хозяйство расстраивается, трудно, чтобы это не вызвало беспорядка в доме и чтобы какие-нибудь вещи при этом не потерялись. Однако честность, слуг и бдительность господина и госпожи Лоренци были таковы, что все имущество по описи оказалось налицо. Только у мадемуазель Понталь пропала маленькая лента, розовая с серебром уже поношенная. У меня была возможность взять много вещей гораздо лучше, но только эта лента соблазнила меня. Я украл ее. А так, как я не очень ее прятал, у меня ее скоро нашли. Стали добиваться, где я ее взял. Я смущаюсь, что-то бормочу и, наконец, говорю краснея, что мне дала ее Марион. Это была юная уроженка Мариенны. Госпожа де Верселис сделала ее кухаркой, когда перестала давать званые обеды и уволила свою прежнюю повариху, так как стала нуждаться больше в хороших бульонах, чем в тонких рагу. Мариенна горная область в Савойе на границе с Италией. Марион была не только красива, она отличалась таким свежим цветом лица, какой можно встретить лишь в горах. И, главное, у нее был такой скромный и кроткий вид, что, увидев ее, нельзя было не полюбить. К тому же это была добрая девушка, благонравная и неподкупно преданная. Оттого-то все и были удивлены, когда я назвал ее. Мне доверяли гораздо меньше, чем ей, и решили, что необходимо проверить, кто из нас двоих мошенник. Ее позвали. Собралось много народу, присутствовал граф Деларок. Марион приходит, ей показывают ленту, я бесстыдно обвиняю ее, она озадачена, молчит, бросает на меня взгляд, способный обезоружить демонов, но он не подействовал на мое варварское сердце. Наконец, она отвергает обвинение, отвергает уверенно, но без горячности, обращается ко мне, убеждает меня прийти в себя, не бесчестить невинной девушке, никогда не сделавшей мне ничего плохого, но я с дьявольским бесстыдством подтверждаю свое обвинение и прямо в глаза говорю ей, что ленту дала мне она. Бедная девушка залилась слезами и сказала мне только, ах, Руссо, я думала, вы добрый, вы делаете меня очень несчастной, но я не хотела бы быть на вашем месте, вот и все. Она продолжала защищаться просто и твердо, не позволяя себе, однако, ни малейшей резкости против меня. Эта сдержанность при сравнении с моим решительным тоном повредила ей. Казалось невозможным допустить с одной стороны такую дьявольскую дерзость, а с другой такую ангельскую кротость. К окончательному решению так и не пришли, но общее мнение склонялось в мою пользу. Среди царившей суматохи не нашли времени вникнуть в дело поглубже и, отпуская нас обоих, граф Деларок сказал только, что совесть виновного отомстит за невинного. Его предсказание не осталось тщетным, не проходит дня, чтобы оно не сбывалось. Не знаю, что сталось с жертвой моей клеветы, но маловероятно, чтобы после этого ей легко было найти хорошее место. На ней осталось обвинение во всех отношениях, тяжелое для ее чести. Воровство было пустячно, но все же это было воровство и, что хуже всего, совершенное с целью соблазнить юношу. Наконец, ложь и запирательство не позволяли ожидать ничего хорошего от той, в которой соединилось столько пороков. Нищету и заброшенность я не считаю еще самой большой опасностью, в которую я вверг эту девушку. Кто знает, куда в ее возрасте может завести отчаяние опороченной невинности? И если невыносимы угрызения совести от сознания, что я мог сделать ее несчастной, то пусть подумают, насколько ужаснее мысль, что, может быть, по моей вине она стала даже хуже меня. Жестокое воспоминание порой так волнует и мучает меня, что во время своих бессонниц я вижу, как бедная девушка приходит и упрекает меня в этом преступлении, как будто оно было совершено только вчера. Пока я жил без тревог, это воспоминание меньше меня мучило, но среди жизненных бурь оно отнимает у меня самое сладкое утешение невинно преследуемых. Оно заставляет меня глубоко почувствовать то, о чем я, кажется, уже говорил в одном из своих произведений, что угрызения совести дремлют в дни благополучия и пробуждаются в несчастье. И все же я никогда не мог решиться облегчить свое сердце признанием на груди друга. Самая тесная близость никогда не могла заставить меня сделать это признание кому бы то ни было, даже госпоже Деваранс. Все, на что я мог решиться, это сказать, что на моей совести лежит ужасный поступок. Но я никогда не говорил, в чем он состоит. Таким образом, тяжесть эта, ничем не облегченная, осталась на моей совести до сего дня. И я могу сказать, что желание как-нибудь освободиться от нее много содействовало принятию решения написать свою исповедь. В данном случае я чисто сердечно признался в своем преступлении. И, наверное, никто не скажет, что я стараюсь смягчить свою страшную вину. Но я не выполнил бы своей задачи, если бы не рассказал в то же время о своем внутреннем состоянии. И если бы побоялся привести в свое оправдание то, что согласно с истиной. Никогда злоба не была так далека от меня, как в ту ужасную минуту. Как ни странно, но это правда. я обвинил эту несчастную девушку потому, что был расположен к ней. Я все думал о ней и ухватился за первое, что пришло мне на ум. Я приписал ей то, что сам собирался сделать. Я сказал, что она дала мне ленту, потому что у меня самого было намерение подарить эту ленту ей. Когда она вошла, мое сердце чуть не разорвалось на части, но присутствие стольких людей действовало на меня так сильно, что помешало моему раскаянию. Наказания я не очень боялся. Я боялся только стыда, но стыда боялся больше смерти, больше преступления, больше всего на свете. Мне хотелось исчезнуть, провалиться сквозь землю. Неодолимый стыд победил все. Стыд был единственной причиной моего бесстыдства, и чем преступнее я становился, тем больше боялся в этом признаться и тем бесстрашнее лгал. Я думал только о том, как будет ужасно, если меня уличат и публично в глаза назовут вором, обманщиком, клеветником. Всепоглощающий страх заглушил во мне всякое другое чувство. Если бы мне дали прийти в себя, я непременно сознался бы во всем. Если бы господин Долорог отвел меня в сторону и сказал, не губите эту бедную девушку, если вы виноваты, признаетесь, я тотчас бросился бы к его ногам совершенно в этом уверен. Но меня только запугивали, когда надо было ободрить. Надо принять в расчеты мои годы, ведь я только что вышел из детского возраста, вернее, еще пребывал в нем. Настоящая низость в юности еще преступнее, чем в зрелом возрасте, зато слабость, наоборот, гораздо более извинительна, а мой поступок, в сущности, не был ничем иным. Поэтому при воспоминании о нем меня не столько мучает то дурное, что заключалось в самом поступке, сколько те печальные последствия, которые он должен был повлечь за собой. Он даже оказал на меня благотворное влияние, так как уберег на всю остальную жизнь от всякого преступления благодаря ужасному воспоминанию о том единственном преступлении, которое я совершил. И мне кажется, мое отвращение ко лжи зависит в значительной степени от стыда, что я мог однажды так гнусно солгать. Если это преступление возможно искупить, то смею думать, что я уже искупил его несчастьями, удручающими конец моей жизни, и сорока годами честности и прямоты в трудных обстоятельствах. У бедной Марион нашлось много мстителей на этом свете, и как бы ни была велика моя вина перед ней, я не боюсь, что унесу эту вину с собой. Вот что я считал нужным сказать по поводу этого случая, да будет мне позволено никогда больше к нему не возвращаться. Редактор субтитров